Овации трибун в Барселоне! Татьяна Гуцу выигрывает золото Олимпийских игр 92-го года. К сожалению, такие громкие достижения одесситов в спортивной гимнастике уже давно ушли в историю. До этого еще на Олимпиаде в 60-м году дважды чемпионкой в команде и опорном прыжке стала Маргарита Николаева. Она стала первой гимнасткой в мире, выполнившей прыжок в лед. Ее признали лучшей спортсменкой Одессы 20-го века. Самая прекрасная гимнастка у нас за всю историю, я считаю, была Маргарита Николаева, которая в 60-м году стала двукратной олимпийской чемпионкой, которая была очень великолепно технически подготовлена и здорово выступала не только на Олимпиаде, но и в общем-то Союз, мир, Европа и так далее. Поддержала ее своими званиями Гуцу Татьяна в 1992 году, но она уже выступала в составе объединенной команды СНГ. Она стала абсолютно олимпийской чемпионкой. Заслуженный тренер Украины Анатолий Миргородский подготовил не одну плеяду чемпионов. Его дочь Анна стала последней на сегодня одесситкой, сумевшей выиграть бронзу на чемпионате Европы и стать пятой на Олимпийских играх. Но уже почти 20 лет наш город не может подготовить спортсменов такого уровня. Причина – нет условий. Зал СКА пару лет назад закрыли на длительный ремонт. В других помещениях низкие потолки, а когда построят обещанный спорткомплекс для гимнастики, пока неизвестно. Сейчас талантливые юниоры вынуждены уезжать в другие регионы. Работали в спортивном зале в последнее время СКА, но там уже он настолько был убитый, что очень сложно было показывать какие-то технически сложные элементы, учить. А сейчас еще хуже стало, потому что зал обещают построить нам на Таирово. Не знаю, как это будет, в каком быстром исполнении это сделается. И очень сложно работать этот зал наш. Очень хороший, слава богу, что нам его дали. С большим трудом. Но это для начинающих, в общем-то, гимнастов, гимнасток. Так что поэтому и очень большие проблемы. Проблемы и со снарядами, и с деньгами, потому что надо ездить, тренироваться. Мы занимаемся. У нас некоторые мальчишки на кольцах, когда занимаются, они цепляют ногами пол. Перекладину тоже. Они потолок цепляют. В этом зале я уже кольца не могу делать, потому что цепляюсь пола. Если все получится, все будет хорошо, то я хочу или в интернат в Херсон, или в Черкасс. Ой, в Черкасс, в Киев. Чтобы поддержать традиции и привлечь внимание к проблеме, в областном отделении Национального олимпийского комитета провели для юных гимнастов специальный семинар «Олимпик-клаб». Олимпик-клаб польза. Может быть, после того, как они услышат что-то прекрасное о тех гимнастах, о истории гимнастики, великих достижений я имею в виду, то и надеюсь, что, может, изменят свое мнение, начнут лучше тренироваться, куда-то стремиться. Я спортсмен, мне надо знать, что, как делать, кто занимался и как занимался. Чем это поможет? Быть лучше, развиваться. И твоя мечта какая? К чему ты стремишься? Стать олимпийским чемпионом.